Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. По 300 молний за ночь. Почему грозы становятся все мощнее и происходят все чаще? Предпочитают наши. Алтайское зерно начали поставлять в Зимбабве и Гвинею. Детище Петра, старейший на Алтае и единственный в крае Наукоград. Бийску сегодня исполнилось 315 лет. Начнем выпуск с печальных итогов жарких выходных и начала купального сезона. Главный прокурор Алтайского края поручил провести проверку в связи с гибелью ребенка на воде. Накануне в селе Алтайское Алтайского района дети без присмотра взрослых решили искупаться в озере Черный Ключ. Зайдя на глубину, 7-летний мальчик не смог самостоятельно выплыть и утонул. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. Следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю обращается к взрослым с просьбой не оставлять детей, одних без присмотра. Проводить с ними постоянные беседы на тему личной безопасности, в том числе при купании в открытых водоемах. Также в Первомайском районе сейчас идут поиски мужчины, который отдыхал на воде. Спасатели ищут его уже вторые сутки. Добавим, что накануне мы рассказывали о еще одной трагедии на воде в Смоленском районе во время сплава погиб мужчина. Эпоху грозовых рекордов переживает сейчас наша планета, считают многие зарубежные и отечественные ученые-климатологи и метеорологи. Все сильнее и заметнее гроза и в Алтайском крае. Так, в одном только Рубцовске в ночь на 16 июня зафиксировали 300 молний. Действительно ли частота и интенсивность гроз выросли? Можно ли считать это аномалией? Эти вопросы мой коллега Данил Кузнецов задал местным ученым-физикам. Мощность этого разряда барнаульцы активно обсуждали в соцсетях весь следующий день. Сумасшедшая ночная гроза в ночь с 13 на 14 июня разбудила и людей, и машины. Тогда молния ударила в дом на улице Попова. Учитывая дожди и непогоду в последнее время, такие случаи не редкость. К примеру, ранее молния попала в колокольню Знаменского храма в Барнауле. А в Рубцовске в ночь на 16 июня местный фотограф зафиксировал не меньше 300 разрядов. Жители уже с опаской смотрят на лето. Просто шел, шел, и вот рядом в столб ударила молния, и все. Ничего такого. Конечно, испугался. Главное, что ничего не случилось, я считаю. А насколько близко был столб? Метров 10. То есть он вас спас? По сути, да. Деревья падали во дворе. Точнее, у меня, у соседей во дворе падали деревья. Вот, я думаю, это им помешало. Ну, то есть, например, год назад, в принципе, то же самое. А, нет, ну, в прошлом году не было. В этом, да. А в позапрошлом? А не помню. Грозовые рекорды многие ученые объясняют глобальным потеплением. По мнению специалистов, это способствует тому, что пара выделяется больше. Он формирует такие тучи, где происходит, условно говоря, трение теплых и холодных воздушных масс. Маловероятный фактор, но его полностью не исключают последствия паводка. Воды в этом году было больше обычного. Вода – это испарение, которое и создает грозу. Возможно, все-таки есть такая зависимость, потому что в районе экватора, мы знаем, там частенько идут тропические дожди. И, конечно, там больше всего наблюдается дней таких грозовых. Поэтому, да, такая зависимость есть. И по этой же причине у нас летом наблюдается больше гроз, чем зимой. Но если повышенную частоту и интенсивность гроз местный ученый еще признает, то аномалии это не считает. Мы не видим таких глобальных изменений сегодня. Все находится в пределах нормы. Мы знаем, что иногда и лето бывает холодным, а иногда очень жарким. Поэтому тут много факторов. И тем не менее, опасностью гроз не стоит пренебрегать, считают специалисты. Чтобы избежать попадания молнии, советуют определить, насколько далеко она бьет. Так, увидев вспышку, нужно посчитать секунды до звука грома и умножить это число на 340. Получится расстояние до удара молнии в метрах. Если гроза рядом, нужно избегать воды, открытых пространств, высоких деревьев. В городе все проще. На многих домах есть молнии от воды. Чем выше дом, тем полезнее это приспособление. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайское зерно и зернопродукты начали поставлять в Зимбабве и Квинею. Первые поставки состоялись этой весной. Объемы пока небольшие, но их планируют наращивать. А между тем, Китай стал абсолютным лидером по закупкам растительной сельхозпродукции из нашего края. Он обошел даже традиционных партнеров – Казахстан и Киргизию. Обо всем этом рассказали сегодня на пресс-конференции руководители региональных подразделений Росельхознадзора и Центра оценки качества зерна. Только за прошлый год Алтайский край продал за границу 2,5 миллиона тонн растительной продукции. Это почти половина от общего объема общероссийского экспорта той же категории продуктов. Как отмечают в управлении Росельхознадзора по Алтайскому краю, традиционных импортеров Казахстана и Киргизию обошла Поднебесная. Все мы смотрим в сторону Китая. Огромное увеличение наблюдалось по прошлому году экспортного потенциала по Сибирскому федеральному округу. Алтай, конечно же, здесь впереди. 29 наименований продукции, представляете, было отгружено в прошлом году. Росельхознадзор подписал огромное количество протоколов между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Китайской Народной Республики. Растительную продукцию от России закупает порядка 50 стран, но из их числа выбыло три государства. При этом вырос экспорт в Афганистан, Ирак, Азербайджан, Индию и Таиланд. Недавно алтайское зерно и зернопродукты стали закупать в Зимбабве и Гвинеи. Каждая страна предъявляет свои требования к качеству продукции. Все экспортеры, которые начинают деятельность свою, естественно, сталкиваются с проблемой, как начать, с чего начать и каким образом получить вот эти документы сопроводительные, чтобы отправить свою продукцию в третьи страны, либо в страны таможенного союза. И здесь однозначного ответа на вопрос нет, потому что страны предъявляют разные страны разные требования к своей продукции, к своей аттестации. Если в России оценивают зерно на наличие 225 пестицидов, то Япония проверяет по 525 параметрам, а Азербайджан – всего по 5. С этого года обследование качества зерна станет обязательной процедурой. Заключение будет направлено в страну, куда предприятие планирует поставить продукцию. Китай сам ввел свой список, он называется Цайфер. После нашей аттестации предприятие подписывает акт обследования, этот акт переправляется в Китай. И только когда Китай внесет этот акт к себе в список, только после этого начинается экспорт продукции в Китай. На это уйдет от недели до трех месяцев в зависимости от скорости работы страны-партнера. Наши же специалисты Центра оценки качества зерна – это 150 человек плюс привлеченные. Планируют до ноября исследовать 4000 проб от всех потенциальных экспортеров этого года, а это около 300 заявителей. Бесплатная услуга действует сегодня только для пшеницы. Такой инструмент, как мониторинг качества зерна, пшеницы именно бесплатный, это очень даже здорово и отлично для тех, кто будет выращивать эту культуру. После того, как наш специалист определяет качественные характеристики, опять же наш специалист вносит в систему без зерна данные о качественных характеристиках пшеницы. Как уверяют надзорные структуры, никаких карательных мер к сельхозпроизводителям применять не будут ни на этапе подготовки, ни во время мониторинга продукции. Подавать заявку на обследование производители смогут после того, как их обучат. Это состоится 26 июня на общем собрании. Однако такой скоростной анализ продукта устраивает не все страны. Китай требует, чтобы производитель отслеживал качество продукции на всех этапах ее производства, от посадки до реализации. Общероссийская мониторинговая система совмещает в себе программы «Сатурн», «Меркурий» и «Аргусфита». Так производство будет отслеживать компьютеры, несмотря на сложность. Само наличие работы предприятия в системе увеличивает его шансы попасть в китайский список «Цайфер». Но и он постоянно корректируется. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. В Павловском районе автомобиль ДПС насмерть сбил лося. Об этом сообщают в МВД по Алтайскому краю. Инцидент произошел ночью. Экипаж двигался от Павловска в сторону Барнаула. По пути сотрудникам ДПС встретился с Ахатой. Водитель совершил наезд на животное. В результате столкновения лось погиб. Сам водитель получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Завтра в Калманском районном суде состоится второе судебное заседание по делу предполагаемого политеховского маньяка Виталия Манешина. Этот процесс проходит в закрытом режиме. Журналистов туда не пускают. Но моим коллегам удалось пообщаться с землячкой, экс-чиновника районной администрации, обвиняемого в убийстве 11 девушек с 89 по 2000 годы. Женщина долгие годы работает журналистом в Калманской районной газете и неоднократно делала материалы про Виталия Манешина, когда он еще был сотрудником администрации. Частный взгляд на личность предполагаемого серийного маньяка. В сюжете Валентина Аскеровой. Для меня и было это шоком, потому что я воспринимала его совершенно как обычного простого человека. Первая реакция – шок. Журналистка из Каменского района Татьяна Землянова, которая неоднократно делала материалы о Манишине, долго не могла поверить, что герой ее статей подозревается в серии убийств 11 девушек и женщин с 89 по 2000 годы. Я на 100% была уверена, что это неправда. И поверила это в принципе даже, скажем так, в том, что все-таки это он. Только после того, как в ходе следственных действий он показал ненайденную без вести пропавшую девочку. Только после этого я поверила. С предполагаемым политеховским маньяком журналистка познакомилась в 2013 году, когда тот возглавил Шадринский сельсовет. По ее словам, чиновник был грамотный, тактичный и четко умел формулировать мысли. Один раз журналистка даже выезжала с Манишиным в рабочую командировку смотреть трассу. И вот было такое, что я несколько раз думала о том, что вот, мало ли, ну, я, конечно, понимаю, что, слава богу, что все, ничего не случилось, но как-то так жутковато было. Одна из статей о Манише недолгие годы была в свободном доступе на просторах интернета. Но в связи с задержанием Татьяна удалила материал. Каждый раз, когда я вижу эту фотографию, каждый раз меня дергает, что эту фотографию сделала я. Сейчас появилось какое-то отвращение, что ли, к нему. Какое-то такое ощущение то ли обиды, то ли грязи. Буквально вчера в Калманском районе прошло очередное судебное заседание по делу предполагаемого политеховского маньяка. Оно прошло за закрытыми дверями. Подсудимому зачитали обвинительное заключение. С момента задержания Манишина весь Калманский район с замиранием сердца следит за громким делом. Заседания продолжаются, но местные жители уже вынесли свой вердикт. Здесь надо самое суровое наказание ему, потому что нет гарантии о том, что он не продолжит эти действия. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Ошеломляющая скорость и гул моторов. Сегодня началась практическая часть краевых соревнований по судомодельному спорту. Корабли на воду запускали на Малом озере в селе Лебяжье и на пруду в Барнаульском парке Изумрудной. На последней точке за ходом зрелищных состязаний наблюдала и наша съемочная группа. Далее слово Марии Костылевой. К состязаниям юные техники готовились целый год. Сегодня демонстрируют результат. Все модели они создавали своими руками. Запуск этой лодки стал одним из зрелищных. Судно прошло все препятствия, а это значит, что у участников в кармане 100 баллов. Однако, как среди любителей, так и среди профессионалов бывают и промахи. Например, в этот раз некоторым участникам ветер был непопутным. Дождаться ветра, с поправленными рулями уже нужно запускать, поправку делать. Соревнования проходят в два этапа – теория и практика. Ведь для того, чтобы запустить судно в открытое плавание, важно разбираться в технике, которую держишь в руках. Моя модель – это ракетный катер проекта 205-й ОСА-1. У нее проект 205-й, масштаб 1 к 72. Это одна из самых лучших моделей для начинающих судомоделистов. У ребят было всего 4 попытки, чтобы набрать большее количество очков. Так, школьники выступали в командном и личном первенствах. В свою очередь, педагоги отмечают, благодаря такому развлечению, некоторые дети в будущем связывают свою жизнь с инженерией и другими точными техническими науками. В дальнейшем это может повлиять на профориентацию. Многие из них продолжают дальше обучаться в вузах авиационных и находят профессию дальше. Они могут и военными быть, и инженерами, и конструкторами. То есть это точные науки, это математика, это физика, потому что модель на воде должна устойчивость держать. Уже в эту пятницу станут известны имена лучших юных судостроителей. Они примут участие в общероссийских состязаниях, которые пройдут в ноябре в Томске. Мария Костолева, Владислав Ковалев, День с толком. Старейшему городу Алтайского края, Бииску, сегодня исполнилось 315 лет. Город был основан в 1709 году по указу Петра I как фурпост, имевший важное военно-стратегическое значение. В то время Бииск защищал юго-восточные границы Российской империи и пути, ведущих в Китай и Монголию. Сегодня Бииск – это крупный промышленный центр второй по численности населения города Алтайского края. В этом году среди мероприятий, посвященных Дню города, выделяется визит бывшего министра иностранных дел Австрии в Бииск. Многие запомнили Карен Кнайсен как чиновницу, которая танцевала с Путиным на своей свадьбе. Зачем экс-министр приехала в Бииск, расскажем завтра. И на этом у меня все новости на сегодня. Если вы столкнулись с проблемой или у вас есть интересная история, которую вы бы хотели обнародовать, звоните нам в редакцию по телефону 205-545, через несколько секунд о погоде и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!